МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это акценты недели. Мои коллеги, я, Денис Иовлев, готовы рассказать вам о том, что принесли с собой уходящие 7 дней. И вот о чем говорят в Омске на этой неделе. В полету 75. Какое будущее готовят заводу в Москве? И из чего мы делаем ракеты? Завод-юбиляр открывает двери и раскрывает тайны. Взаимовыгодная дружба. Соглашение о сотрудничестве с Белоруссией продлено на 3 года. Что еще возят сябры из Омска? Такими темпами, как сегодня идет Омская область, Омская область будет не только обеспечивать себя, но и достойное место займет в Российской Федерации как производитель сельгостей. Рекорды Омского агросалона, небывалое число посетителей и самая большая за 14 лет сумма заключенных контрактов. В чем секрет популярности Агро-Омска? 18 сентября ни для кого не последний день жизни. Жизнь продолжится потом. И нужно пройти весь этот период, период честно, достойно, прилично. У всех ли получится? Кандидаты на места в Думе получают удостоверение, почему кое-кто в борьбе идей уже на старте кампании переходит на личность. И Омск по туристической путевке. Что увидят те, кто купил тур на 300-летие города? Легендарное предприятие, с которого, по сути, начались новая жизнь и новый облик Омска, на этой неделе отметила юбилей. Объединению полет 75, бурный рост промышленности, почти двукратное увеличение населения. Все это следствие эвакуации в наш город с началом Великой Отечественной промышленных предприятий из европейской части страны. Нынешний полет стал одним из первых и одним из самых крупных таких предприятий. Авиационный завод номер 166 был создан на юго-восточной окраине города из двух вывезенных в Сибирь московских авиастроительных заводов под номерами 81 и 156. А первым директором стал прославленный летчик Анатолий Лепедевский. В конструкторском бюро при заводе в годы войны работал авиаконструктор Андрей Туполев. В рекордно короткие сроки было запущено производство самолетов, бомбардировщиков Ту-2 и истребителей Як-9. После войны здесь производили военные Ил-28 и гражданские Ту-104, транспортные Ан-74 и Ан-3. Ну а ныне полет – филиал Государственного научно-производственного центра имени Хруничева и по-прежнему одно из самых крупных машиностроительных предприятий в Омске. И именно с ним связывают сегодня надежды по реализации проекта особой государственной важности. Здесь разворачивается производство ракет-носителей семейства «Ангара». Денис Жарков побывал на заводе «Юбиляри» и своими глазами увидел, как реализуются эти далеко идущие планы. Этот процесс инженеры сравнивают с замешиванием пластилина. Алюминиевый бак ракеты «Ангара» сваривают по фрикционной технологии, под давлением. Швы получаются особо прочными, при этом процесс не занимает много времени. На этой установке варят продольные швы, а на этой – кольцевые. Гигантский зонтик раскроется внутри бака и прижмет его к сварочной установке. После сварки огромную емкость тщательно протирают изнутри смесью спирта и бензина. Космическая техника должна сиять чистотой. Вот так выглядит бак для «Ангары». По размерам он схож с железнодорожной цистерной. Для тяжелой ракетоносителя таких потребуется 10. 5 заполняются топливом – керосином и 5 – окислителем – кислородом. Фрикционная сварка, инновационные технологии раскатки и фрезерования обшивки баков, другие технические новшества – это все результат глобального перевооружения. Государство в рамках реализации первого этапа проекта «Ангара» вложило в Омский полет 7 миллиардов рублей. По сути, здесь создается новый уникальный завод, аналогов которому в России нет. До конца года должен открыться цех окончательной сборки универсальных модулей, из которых можно собрать ракету любого класса – от легкой до тяжелой. Цикл сборки одной ракеты больше года, совершенно точно. Мы всяческими организационными мерами и технологическими мероприятиями пытаемся его сократить, но, к сожалению, это так быстро не получится. Поэтому здесь одновременно будут находиться до, наверное, 12 ракетоносителей в разной степени готовности. Предполагается, что первые пару лет собранные ракеты будут сначала отправлять в Москву, а потом полет обзаведется собственным контрольно-испытательным стендом, и готовые изделия поедут напрямую на космодромы Плесецк-Восточный. Если полет будет работать в три смены, то после 2020 года завод сможет выпускать до 100 универсальных ракетных модулей. Это 20 ракет тяжелого класса. Омские ракеты будут востребованы. Недаром первый коммерческий запуск «Ангары» уже продан. Носитель выведет на орбиту южнокорейский спутник. В объединенной ракетно-космической корпорации в конкурентоспособности «Ангары» уверены, а снизить издержки позволит масштабная модернизация. Я вам ответственно заявляю о том, что в ближайшие годы, до 2020 года, в площадку и в завод будет инвестировано больше 10 миллиардов рублей. Эти планы мы подтверждаем, несмотря на то, что мы находимся в условиях непростых, идет секвестирование бюджета, но большая половина средств, которые центр имени Хрунчева тратит на развитие, он вкладывает именно в Омскую площадку. Объем изменений, он огромен, на самом деле. На предприятии он огромен. Внедрено большое количество уникального оборудования. Сегодня, я считаю, что к тому моменту, точнее, когда закончатся летные конструкции испытания, завод однозначно будет готов к серийному производству. Столичные гости приехали в Омск праздновать сразу две даты. 75 лет исполнилось полету и 100 к государственному космическому научно-производственному центру имени Хрунчева, в состав которого входит Омский завод. Все началось в 1916-м. В Москве построили автомобильный завод, выпускали руссобалты. В 20-е годы здесь начали строить самолеты, цельнометаллические, в том числе и революционные для своего времени воздушные линкоры Туполева, бомбардировщики ТБ-1. В 60-е предприятие снова сменило профиль, теперь уже на ракетно-космический. В 2007-м в центр имени Хрунчева влился Омский полет. Столетие уже отметили в Усть-Катавском, Воронежском и Ковровском подразделениях центра. Теперь юбилейную эстафету принимает Омск. В концертном зале торжественный вечер приглашены лучшие работники и ветераны. Герой соцтруда Николай Сердюк отдал полет около 45 лет. Я работал на станке, на токарном станке, и делал детали на ракеты, которые запускались в космос. И Гагарин был отправлен в космос на мои ракеты. Я смотрю, полет сейчас начал подниматься в гору, когда начали изготавливать это от гору. Люди там очень хорошие, директор тоже замечательный, молодой. Только сейчас работай, доработай. С юбилеем работников полета поздравил губернатор Виктор Назаров, вручил лучшим заслуженные награды и цветы. Омск входит в пятерку ведущих индустриальных городов России именно благодаря таким предприятиям, отметил глава региона. Уверен, вы достойно справитесь с поставленными задачами. Залог этого – ваш профессионализм, богатейший наобученный и производственный потенциал, преданность делу и желание быть лучшими в своей сфере. Спасибо вам за труд. Мы ценим его. Хочу, чтобы вы знали, что региональное правительство всегда поддержит и окажет помощь в любых ваших начинаниях. Полет – гордость не только омской, российской индустрии. А от «Ангары» во многом зависит будущее России как великой космической державы. О перспективах, связанных с производством ракеты «Ангара», о том, какое место отводится омскому предприятию в структуре российского ракетостроения, об ожиданиях от молодых специалистов, которые уже сейчас требуются полету и требуются немало. Вот обо всем этом мы поговорили с побывавшим в Омске на нынешней неделе первым заместителем генерального директора Объединенной Ракетно-космической Корпорации России Денисом Кравченко. Денис Борисович, здравствуйте. Добрый день. Ну, в первую очередь, я хотел бы объяснить телезрителям наш с вами внешний вид. Дело в том, что мы находимся сейчас в чистом цехе объединения «Полет», где идет окончательная сборка модулей ракетоносителя «Ангара». Здесь стерильная чистота, мы вынуждены были одеть эти костюмы. Ну, а вопрос будет вот какой. Вы приехали сюда на презентацию цеха, и понятно, что такой проект, за него боролись слишком много регионов, и наверняка были желающие оставить этот проект в Москве на базе, головной базе центра имени Хруничева. Почему все-таки, за какие заслуги для него был выбран Омск? Мы живем уже несколько лет в реформе, которую объявил президент Владимир Путин несколько лет назад. И перед новым руководством отрасли поставлена задача по оптимизации издержек, которые существуют сегодня на наших предприятиях ключевых. Идет переразмеренность производств. Слишком большие площади предприятия наши занимают, часто в центрах городов. Слишком большие помещения, которые сегодня недозагружены. Слишком много каждое предприятие делает само, вместо того, чтобы эту услугу где-то покупать, приобретать и так далее. И вообще, до последнего времени наши ключевые предприятия позволяли себе конкурировать между собой, в том числе на внешних рынках, часто роняя цену друг друга и, соответственно, не извлекая той выгоды, которую в итоге теряет государство. Нами проведен анализ московской площадки и площадок в Воронеже, в Омске. Мы посмотрели Усть-Котав, некоторые другие площадки. И с учетом логистики, с учетом особенностей многих, часть из которых я не готов сегодня озвучивать, было принято действительно оптимизировать производственную площадку в Москве. Мы сейчас выстраиваем производство ракет «Протон» в первую очередь в Москве, на московской площадке, таким образом, что с одной стороны заходит сырье, с другой стороны выходит ракета. Мы, как вы знаете, выстраиваем сейчас такое потоковое производство, и такой же подход мы собираемся внедрить в Омске. Ну, в школе заговорили о бизнесе, об оптимизации технологических процессов. Не секрет, что по отношению к полету, по отношению к оборонным предприятиям, такая постановка вопроса звучит несколько необычно. Десятилетиями мы привыкли, что госзаказ любой ценой, не считаясь с затратами, престиж страны стоит дороже, и вот сейчас речь идет о том, что мы начинаем считать деньги. Вот насколько эффективно идет этот процесс, не встречает ли он сопротивления, и главное, наступит ли когда-то тот момент, когда мы сможем конкурировать с нашими основными соперниками в Соединенных Штатах, в Европе, не только технологически, технологии у нас на уровне, но и с точки зрения цены запуска. Космос — это наше все, это то, чем гордилась наша страна и Советский Союз. Мы первые в космосе, мы смогли запустить первый спутник, первого человека, первый человек вышел в открытый космос, первая женщина-космонавт, первая международная станция и так далее, и так далее. Это все великие достижения наших великих предшественников. Но далеко, или точнее всегда ехать на достижениях наших больших, крупных предшественников, предков, ученых мы не сможем. И поэтому, конечно, сейчас запущена такая реформа, которая как раз таки нацелена на то, чтобы мы могли и работали, и могли работать в рынке, чтобы мы конкурировали, чтобы мы не в чистом виде и не на 100% зависели от государства. В том числе, такие преобразования требуют и законодательного сопровождения. И мы планируем, во-первых, несколько законов, пакет законов был принят в прошлом году, касательно системы управления отраслью. Ряд законов будет скорректирован в следующем, уже вновь формируемом созыве Государственной Думы, который позволит нашим предприятиям лучше себя чувствовать, позволит зарабатывать, который позволит полноценно работать в рынке. Теперь, что касается преобразований. Из почти 25 миллиардов рублей, которые по нашим основным программам запланированы до 2020 года на инвестиции внутри центра имени Хрунчева, больше половины денег запланировано потратить на Омской площадке. Мы планируем создать новое суперсовременное производство наших современных, новой русской ракеты «Ангара», которая построена по принципу конструктора. Из модулей можно собирать как легкую ракету-носитель, так и среднюю, так и тяжелого класса. Соответственно, это производство целиком и полностью «Ангары» мы планируем разместить на Омской площадке. И уже сегодня инвестировано и вложено средств в Омский завод будущий суперсовременный около 6 миллиардов рублей. Я думаю, до 2020 года около 11 миллиардов еще будет вложено. Сегодня буквально недавно были сданы несколько больших помещений, цехов, в которых делаются баки и так далее. Буквально на днях будет сдано помещение в альтернативу тому, в котором мы находимся, значительно большее. Мы сейчас сможем его увидеть, в котором будет сборка, финальная уже ракет-носитель, обвязка, испытания будут проводиться и все остальное. Соответственно, к 2020 году мы рассчитываем получить самый современный завод в стране, это точно, и один из самых передовых современных заводов в мире. Мы рассчитываем как по качеству, так и по цене быть конкурентными, конкурировать с ведущими производителями, с нашими европейскими, американскими партнерами и верим в будущее нашей ракеты «Ангара» на мировом рынке. Можно построить любое производство, любой уникальной сложности, но работать оно будет эффективно только тогда, когда есть специалисты, способные работать на этом оборудовании, вести инженерные работы. Вот в Омске на полете эта проблема решается традиционно, тесным сотрудничеством с местным техническим университетом, созданием профильных кафедр, совместных проектов. А в масштабах корпораций, в масштабах страны будет ли выстроена какая-то четкая, внятная политика подготовки инженерных кадров и рабочих кадров, которые способны работать вот на этом уникальном оборудовании, аналогов которому часто нет просто нигде в ней? Вы знаете, очень большое внимание этому вопросу уделяется кадровому потенциалу и привлечению новых специалистов, удержания специалистов, которые работают на производственных площадках. Вообще говоря, мы сегодня фиксируем колоссальное снижение интереса в текущем моменте к научно-инженерному творчеству детишек и молодежи, именно детей. Пока с точки зрения абитуриентов все у нас нормально, уже точнее все нормально, или еще все нормально. А вот детишки, они интерес не проявляют. И по нашим оценкам, мы совместно с агентством стратегических инициатив делали замеры и опросы, всего-навсего 3-4% детей и подростков интересуются научно-техническим творчеством. Ну, о чем мы можем говорить? О каких перспективах, даже вложи какие угодно деньги, создай современное производство, если люди сюда не пойдут, если они не интересуются, если им интереснее торговать иностранными телевизорами в магазине и так далее. Соответственно, мы запускаем в объединенной ракетно-космической корпорации ряд серьезных программ, они уже запущены, по популяризации и профориентации детей и молодежи. Мы сегодня активно работаем со школами, мы сегодня создаем новую сеть новых детских технопарков, и сегодня на встрече с губернатором я об этом буду тоже разговаривать. Мы даем возможность детишкам получить представление, научиться и заняться ракетомоделированием, спутникостроением, показываем, из чего состоит полезная нагрузка, как устроена платформа, для чего спутник, какие данные он передает. Учим их работать с результатами космической деятельности, анализировать снимки, вычислять координаты и многое-многое другое. Учим их запускать ракеты. Ну и знаете, еще программа была в Советском Союзе подобная, сейчас мы просто ее обновляем, делаем более безопасной. И у нас есть предварительные договоренности о мелкооптовом оптовом выпуске соответствующих безопасных двигателей на твердом топливе, пороховых, проще говоря. Мы даем возможность там заниматься на тренажерах, как настоящие космонавты, осуществляя стыковку с Международной космической станцией. Безусловно, это повышает интерес детей. Дальше мы рассчитываем это понести в массы и, выявив наиболее талантливых ребятишек, с ними их сопровождать внимательно в школе, помогать им проходить практики на наших передовых площадках и предприятиях, особенно по месту жительства. И дальше уже содействовать поступлениях в профильные вузы. С вузами у нас есть соглашение, и сейчас университеты ведущие, и политехи в первую очередь, и петербургские, и московские, и здесь в Омске технический университет. Это наши партнеры, на которых мы опираемся с точки зрения выпускников. Ну что ж, Денис Борисович, спасибо, что нашли для нас время. Я думаю, многие в Омске сейчас держат кулаки за успех этого проекта, проекта «Ангара». И позвольте вам пожелать всяческих удач в его осуществлении. Понятно, что промышленный потенциал области жив не одним ракетостроением. Продукция омских предприятий в самых разных отраслях востребована как во многих регионах России, так и за ее пределами. Плодотворные торговые отношения выстроены, например, с Республикой Беларусь, делегация из которой посетила Омск на этой неделе, чтобы продлить трехлетние соглашения о партнерстве. Оно, напомню, было подписано весной 2013 года. Тогда в Минск выезжала торгово-экономическая миссия Омской области во главе с губернатором. Рассматривались планы сотрудничества в сферах машиностроения, нефтехимии, сельского хозяйства. Многие из проектов к нынешнему дню стали реальностью. Поэтому тот памятный договор на нынешней неделе продлен, теперь до 2019 года. Ну а гости из Беларуси смогли в рамках визита посетить несколько омских предприятий. Подробности далее. Омская область и Беларусь, возможно, уже в ближайшее время откроют совместное производство сельхозтехники. Такие планы строили на заседании комиссии по международному сотрудничеству в правительстве региона. Еще на три года продляется соглашение о партнерстве между Омской областью и Республикой Беларусь, которое было подписано в 2013. В рамках соглашения Беларусь и Омская область будут увеличивать торговый оборот. Белорусские экспериментальные заводы сегодня производят уникальную технику для сельхозработ, например, для посадки, сбора и упаковки овощей. Также в Омск планируется поставлять лифты, грузовые автомобили и автобусы. Наши заводы, в свою очередь, продают белорусам спецсредства связи, синтетический каучук и многое другое. Нынче из-за кризиса в российской экономике товарооборот между нашими и белорусскими предприятиями упал более чем в два раза. И потому главной темой заседания комиссии был поиск пути его увеличения. Один из наиболее реальных вариантов создания собственного производства, например, той же сельхозтехники. Кстати, идея такая высказывалась еще тогда, в 2013, сразу после возвращения Омской торгово-экономической миссии во главе с губернатором из Минска. Это должна быть не просто отверточная сборка. Это нужно действительно получение нового продукта, который был бы конкурентно способен на рынках и лучше тех импортных аналогов, которые сегодня поставляются. Сегодня нужно делать и ту технику, которая подойдет и частному подворью, и мелким предпринимательским сельхозпроизводителям. Понимаете, здесь сегодня нужно говорить и о ценовой политике. Сегодня она должна быть окупаемая техника, она должна отрабатываться на тех полях, которые сегодня есть. Хорошие примеры по созданию совместных производств уже есть. Так, в городе Могилев был открыт Омско-Белорусский завод по производству техуглерода. А в нашем регионе на базе «Сибирская» по белорусской технологии собирают жатки и зерноуборочные комбайны. И сегодня есть планы начать производство доильного оборудования на базе Омского экспериментального завода и техники для заготовки кормов на Калачинском механическом заводе. Делают ставку белорусы и на совместное производство экологически безопасных автобусов и трамваев. Сегодня мы видим экономически хороший продукт. Это совместный трамвай, который мы сделали. Это учет интересов и потребителя, и покупателя. Вот эти проекты мы будем развивать. Мы сегодня обсуждали проекты транспорта будущего для города. Это экологический транспорт, это электробусы. Переговорами программа визита белорусской делегации не ограничилась. Гостям показали производственные площади группы компании «Титан» завод «Полиом», специализирующийся на изготовлении полипропилена. И омский каучук. Тут выпускают добавки к топливу, продукты переработки углеводородного сырья и, собственно, синтетический каучук. После обзорной экскурсии омичи белорусы еще раз сели за стол переговоров, чтобы обсудить перспективы сотрудничества в области нефтехимии, а также аграрной сфере. Напомню, «Титан» занимается также производством комбикормов, выпускает мясную продукцию. И сейчас активно интересуется сельхозтехникой белорусского производства. Для компании, для нашей, которая огромное имеет сельскохозяйственное направление, это и поэтому нам обновление парка высокопроизводительной техникой, которая с минимальными затратами, можно было и с минимальными потерями убрать эти все урожаи, в сжатые сроки, которые это для нас очень важно. Посетили гости аграрную выставку «Агро-Омск». Причем посещение это явно останется в истории омского агропромышленного салона, потому что белорусские промышленники подписали с омскими коллегами контракт на сумму в 250 миллионов рублей. А это на сегодня самая крупная сделка в истории агро-Омска, проводимого уже в 14-й раз. На прошлогодней выставке общий объем заключенных контрактов составил 180 миллионов рублей. И эта сумма стала максимальной за время ее существования. А в нынешнем году этот максимум превзойден одним соглашением. И это только подтверждает очевидное у омско-белорусского экономического сотрудничества отличные перспективы. А главное, к такому сотрудничеству есть взаимный интерес. Кстати, в этом году у строителей агро-Омска немного поменяли формат и выделили для деловой программы специальные дни, когда выставка была закрыта для обычных посетителей. Это сделало более комфортной работу специалистов, приезжающих познакомиться с новыми образцами техники и технологий агропроизводства и сделать приобретение для своих предприятий. Но все же Агро-Омск это в первую очередь деловой агропромышленный салон, а уж потом сельскохозяйственное шоу. Но и в цифрах, иллюстрируя сказанное в предыдущем сюжете, добавлю, если на первой выставке в 2003-м удалось заключить контрактов на поставки техники, технологии и оборудования на 100 миллионов рублей, то уже спустя пять лет эта цифра выросла наполовину. И после спада в 2009-м на излете прошлого кризиса объем закупок восстановился и затем планомерно рос, достигнув в прошлом, в 2015-м году рекордных 180 миллионов рублей. Но вроде бы немного в сравнении, например, с завершившимся в Барнауле две недели назад Всероссийским днем поля. Мы рассказывали об этом форуме в «Акцентах недели». Там только омская делегация продала техники больше, чем на 80 миллионов рублей, а всего контрактов заключили на 400 миллионов. Ну так это, простите, всероссийское мероприятие. Первое после долгого перерыва и оттого очень ожидаемое представителями отрасли. И вот на этом фоне выставка регионального масштаба в Омске выглядит очень даже солидно. Как мы уже знаем, прошлогодний рекорд по объему сделок уже побит. А ведь будут и еще контракты. Так что, скорее всего, в нынешнем году эта сумма на «Агро-Омске» еще увеличится, причем весьма существенно. Что является несомненным плюсом и своеобразной фишкой «Агро-Омска», так это его открытость для всех. Вот в этом смысле Барнаул проигрывает. Там выставка работает только для профессионалов в 20 километрах от города. А у нас же посещаемость бьет рекорды практически ежегодно. Ну вот посмотрите, на первую выставку в 2003-м пришло около 10 тысяч человек с недоумением. А что это, мол, такое за новое зрелище? Однако и молва, и потом реклама сделали свое дело. И в 2006-м уже 40 тысяч посетителей, в 2007-м 90 тысяч и дальше по нарастающей. Прошлым летом «Агро-Омск» посетило 400 тысяч человек. Вдумайтесь, каждый третий амич, включая стариков и младенцев, пришел на выставку. Так в чем притягательность «Агро-Омска» как для представителей агробизнеса, так и для рядовых амичей, казалось бы, бесконечно далеких от сельского хозяйства? Знает Мария Седнева. Да это просто праздник какой-то, Агро-Омск. В этом году почти как Диснейленд, только с поправкой на сельское хозяйство. Как аттракционы для детей, техника невиданных размеров и конструкций. Загоны с животными разных видов и степени лохматости. Впервые на выставке знаменитые мясные породы коров. С милыми кудряшками гирефорды и гордые абердинангусы. Впрочем, привычные черно-пестрые буренки здесь тоже вниманием не обделены. Это мой хороший. А это звезда Агро-Омска. Так и хочется воскликнуть «Вот ты какой северный олень!» Разводят их на одной из омских ферм. Пока в качестве эксперимента купили шесть голов. Кстати, именно они устроили весной эпичный побег и две недели паслись в поле. Рогатых бунтарей понять можно в Омске им жарко. Например, Василия специально для выставки пришлось подстричь. Посетители их просят не кормить. У северян свой. Особенный рацион. Ягель заменили сейчас сырой картошкой. В ней содержатся примерно те же химические элементы, как в ягеле. Но их меньше. Пока пытаемся... Мы привозим ягель, но даем меньше, 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 меньше. Как ханты говорят, самый лучший кроличек амбикор. Мы его покупаем. Также им даем. Также даем овес. Они жвачные животные. Ну, как кроликов, так же сказать, кормим. Техника тоже поражает воображение. С таким танкоподобным комбайном и на битву за урожай выйти не страшно. В этом году в выставке участвует больше 26 регионов, а также Казахстан и Белоруссия. Министр промышленности Республики Белоруссия Виталий Вовк и губернатор Виктор Назаров вместе прошли по экспозиции торговым рядам, а после торжественно открыли форум. Виталий Вовк был настолько впечатлен, что отметил, в импортозамещении Омская область скоро догонит Белоруссию. Когда началась программа, мы производили только 17% техники для сельхозхозяйства. Сегодня мы производим 100%. Поэтому я думаю, что такими темпами, как сегодня идет Омская область, Омская область будет не только обеспечивать себя, но и достойное место займет в Российской Федерации как производитель сельхозтехники. Это та необходимая техника, которая районирована к нашим условиям. Это та, которая по средней ценовой политике сегодня доступна нашим сельхозпроизводителям. И с учетом субсидий, которые мы выдаем сельхозпроизводителям, сегодня эта техника востребована, эта техника покупаема. И, безусловно, задача каждого, кто участвует в выставке, каждый год представлять модернизацию и новые экземпляры. За первые три дня Агроомска уже собрали богатый денежный урожай. Стали известны подробности той самой сделки, оказавшейся самой крупной в истории омских агропромышленных выставок. Одному из омских предприятий удалось договориться с одним из белорусских заводов о поставке комбайнов по весьма привлекательной цене. Причем итоговая сумма контракта, по словам руководителя компании, может оказаться еще более высокой, чем было объявлено ранее. Мы смогли в течение суток договориться на поставку зерновых комбайнов до начала уборочной комбании, а точнее до 22 августа, чтобы эти комбайны зерновые были, по ценам, которые устраивают сельхозпроизводители, в количестве 50 штук. Сумма контракта приблизительно это 250-300 миллионов рублей. Впрочем, для рядовых омичей Агроомск это просто большой семейный праздник и ярмарка, на которую можно купить вкусности из всех районов области. В 14-е по счету выставка Агроомск вызвала такой ажиотаж омичей, что это просто нечто невероятное. Несмотря на то, что это будний день и время, в принципе, еще ранее, на пешеходных дорожках не протолкнуться. А в торговых павильонах стоят такие очереди, которые можно было увидеть, пожалуй, только в Советском Союзе. Причем все эти люди пришли сегодня за омской продукцией. Продавцы не успевают подавать колбасы и мясные деликатесы. Огромная очередь за тюкалинским сыром. Не задерживается на прилавках и мед. Охотно разбирают крымскую чуршхелу и рахат лукум. Бойлочные валенки и тапочки с аппликациями. Торговые ряды, как и сама выставка, будут работать до конца недели. Официально Агро-Омск закроет в воскресенье, 31 июля, в 5 часов вечера. Это акценты недели. Итоги уходящих 7 дней в Омском регионе. И пару слов о том, что вы увидите далее. 18 сентября ни для кого не последний день жизни. Жизнь продолжится потом. И нужно пройти весь этот период честно, достойно, прилично. У всех ли получится? Кандидаты на места в Думе получают удостоверение, почему кое-кто в борьбе идей уже на старте кампании переходит на личность. Непомст по туристической путевке. Что увидят те, кто купил тур на 300-летие города? На нынешней неделе в областном избиркоме официально зарегистрировали первых кандидатов в депутаты Госдумы о Томской области. Всего желающих побороться за кресло народного избранника в Нижней палате парламента больше 30 человек. Кто уже успел получить кандидатские удостоверения? И почему одни готовы вести предвыборную кампанию так, чтобы потом не было стыдно смотреть в глаза конкурентам? А другие прямо у двери избирательной комиссии уже выясняют, чья идеология правильнее. Об этом прямо сейчас. Ветеран избирательных баталий Смолин бьет в самую точку. В пылу предвыборной борьбы порой весьма просто забыть о приличиях. Опытный политик знает, какими потерями для репутации может обернуться впоследствии нечестная игра. А потому во время церемонии вручения кандидатских удостоверений недвусмысленно обращает на это внимание оппонентов. Тех, для кого нынешняя думская кампания первая. Например, справоросы говорят, что уже успели пострадать от черного пиара. Одна из газет политконкурентов распространила порочащие их сведения. Кандидат Дмитрий Горовцов цитирует президента Путина «Выборы должны быть борьбой идей, а не компроматов». И добавляет, партия найдет возможность недобросовестным конкурентам это втолковать. А после выборов, обещает справорос, не поздоровится уже коррупционерам. Чего боятся коррупционеры? Они боятся даже не лишения свободы и нахождения в местах не столь отдаленных. Они боятся конфискации незаконно нажитого имущества. Вот для них самый страшный, самый жуткий сон, не дай бог. Единороссы тоже настроены на честную и бескомпромиссную борьбу, заявляет сенатор Андрей Галушко. Главное, чтобы после дня голосования всем кандидатам можно было бы без стыда смотреть в глаза друг к другу. 18 сентября это не последний день Помпеи. Нужно весь этот этап пройти так, чтобы 19 сентября, когда наступит и 20-е, можно было друг к другу смотреть в глаза, пожимать руки и не сделать ничего, за что потом будет стыдно. Вот я всех соперников, и в том числе их команды, и свою команду настраиваю на то, что 18 сентября ни для кого не последний день жизни. Жизнь продолжится потом. И нужно пройти весь этот период честно, достойно, прилично и так далее. Вот я собираю свою компанию строить ровно так. Всего кандидатов в Нижнюю палату в области 31 человек. Представители как партий, представленных в Госдуме, так и непарламентских. Борьба обещает быть жаркой. Вот, к примеру, партия коммунисты России. Впервые пытается бороться за мандаты. Но сам факт ее присутствия на этих выборах не дает покоя лидерам местного отделения КПРФ. Для них это может быть и не нож в спину, но и явно не булавочный укол. Каждая из сторон уверяет, что только она стоит на страже интересов простых людей. Я автор более 20 областных законов. Поэтому опыт законотворческой работы, опыт работы с избирателем у меня более чем достаточен. Я считаю, что я могу принести пользу нашим избирателям, жителям Мумской области, уже будучи депутатом Государственной Думы. Коммунисты России меж тем намерены идти до победного, а оказавшись на вершине власти, вернуть в страну социализм. Так один из пунктов программы «10 сталинских ударов» – все забрать и поделить. То есть национализация. Фабрики рабочим, землю крестьянам. А вся власть народу. Вот из того, что мы слышим по всей риторике, я думаю, что у избирателей складывается впечатление, что большинство кандидатов борются сами с собой. Вы знаете, вот как на руках у марионетки одна глава говорит другой – это нельзя, это нельзя. Все это полная чушь. Мы единственная партия, которая в главе его глаз ставит цель диктатуру пролетариата. Словом, как бы не хотели в КПРФ выдать желаемое за действительное, мол, мы тут единственная оппозиция «Единой России», а все остальные всего лишь статисты, на деле все получается совсем не так. Борьба за заветный мандат легкой прогулкой не станет ни для кого. Ну, если говорить о 139 округе, там 9 кандидатов, помимо Алехина и Шрейдера. Они такие же кандидаты, с такими же правами, с такими же полномочиями и с таким же желанием быть депутатами Государственной Думы. Поэтому, я думаю, говорить о том, что только два реальных кандидата, совершенно неправильно. Впрочем, нам с вами от этого только интереснее. На выборах действительно присутствует выбор. И результаты голосования покажут, кому из кандидатов и партий действительно есть что сказать избирателю, а кто просто пытался делать хорошую мину при плохой игре. У КПРФ, кстати, на этой неделе еще один прокол. Правда, не на думских выборах, а на кампании в законодательное собрание области. В регистрации отказали двум красным кандидатам. Олегу Пархентьеву, уже успевшему оклеить листовками полнефтяников, и Любовью Усачевой. Оба претендента скрыли от избиркома судимость. Избирательный марафон продолжается. К предвыборной гонке готовятся сейчас и потенциальные кандидаты в депутаты областного законодательного собрания от партии «Единая Россия». В Омске на этой неделе прошел региональный партийный форум. Лейтмотивом встречи стала фраза, произнесенная Владимиром Путиным недавно на съезде «Единой России». Озвучала она так «Не нужно обещать того, что не сможете выполнить». Масштабная встреча единороссов прошла сразу на нескольких площадках. И основной темой была та программа, с которой партия власти пойдет на выборы. Так, с утра в экспоцентре довольно остро обсуждали основные проблемы региона. А во второй половине дня на пленарном заседании форума сформулировали основные направления и идеи предвыборной программы, исходя из местной омской специфики. Городские районы, поселковые и федеральные депутаты всех уровней собрались на форуме «Единой России». Приехали они не с пустыми руками. Массу вопросов, заданных своим избирателям, участники обсуждения адресовали членам правительства. В качестве экспертов пригласили региональных министров, и им пришлось держать ответ. Темы обсуждались самые разные от того, что делается для повышения доходов регионального бюджета и привлечения инвесторов в область до обеспечения качественной медицинской помощью отдаленных сел. «По результатам работы каждой площадки будут сгенерированы определенные предложения. Они, безусловно, будут дополнены программным документом. И мы, естественно, учитывая мнение наших людей с мест, наших сельских депутатов, будем следовать дальнейшим этим рекомендациям». О проблемах, которые нужно решить и достижениях, которые нужно поддерживать, говорили и на пленарном заседании. Так Виктор Назаров в своем докладе отметил, что Омская область – промышленный и сельскохозяйственный регион. Нам доверяют такие проекты, как Ангара, а экспорт наших продуктов в три раза превысил импорт, поэтому именно эти отрасли будут поддерживаться в первую очередь. Сосредоточиться на решении проблем газификации и дорогах – ремонт магистрали – один из важных пунктов предвыборной программы «Единой России». «Когда шло сейчас пленарное заседание, Виктор Иванович еще раз подтвердил, то, что у нас заложено в программе, тысяча дорог должны быть отремонтированы, отреставрированы за пятилетку, это вне всякого сомнения. Миллиард в год на город, на благоустройство, на дорожную сеть – вне всякого сомнения. По 10 миллионов на районный центр, в целом на район по благоустройству – это да». На пленарном заседании обсудили и новые партийные проекты. Действующий сенатор Атомской области Андрей Галушко презентовал проект «Нам здесь жить». Он направлен на благоустройство сел. В рамках проекта будут созданы прогулочные зоны с хорошим освещением, скверами, тротуарами, скамейками, урнами и даже скульптурами. То, что обычно есть в любом мегаполисе – дефицит в сельской местности. Виктор Шрейдер предложил дополнить проект и в его рамках благоустраивать городские дворы. Эта программа получила одобрение губернатора. В 2017 году на нее предусмотрят средства в бюджете, как и на другие приоритетные направления. «То, что мы на заседании сейчас это подвели как итог, безусловно, мы уже это заложили в программу партии на предыдущие выборы. И задача не просто заложить в программу, задача в ближайшую пятилетку это все выполнить». «Вот таких вопросов приоритетных целый ряд, которые определила на федеральном уровне партия Единой России. Наша задача сегодня очень серьезно включиться в эту работу. Почему? Потому что если мы не только принимаем законы, а обеспечиваем контроль за их реализацией, то это сразу видят люди». А Дмитрий Перминов в главу угла поставил безопасность страны и патриотизм как ее основу. «Считаю, что патриотическое воспитание – это главное. Мы были уже свидетелями того, что если не заниматься патриотическим воспитанием, то настает угроза государству. Яркий пример – Украина. Поэтому наша молодежь должна быть умная, здоровая, смелая, сильная и патриотически настроенная». Главная мысль форума, которой неоднократно возвращались спикеры – чуткое отношение к простому человеку. И партия власти просто не имеет права игнорировать его проблемы. И последнее. Уже в следующие выходные Омск официально отпразднует свое 300-летие. В связи с этим и в эфире 12-го канала ожидаются изменения. Акценты недели 6 августа не выйдут. Их место займут специальные выпуски новостей с подробными репортажами с многочисленных площадок праздника. Так что уже сейчас хороших и насыщенных вам юбилейных торжеств. Ну а следующий сюжет о тех событиях, имеющих отношение к 300-летию Омска, которые уже происходят на этой неделе, постепенно создавая в городе атмосферу праздника. Это миф, что в Омске нечего смотреть. Одна из турфирм Екатеринбурга уже несколько лет успешно ведет бизнес, связанный с легендами и историей нашего города. Желающих попасть в третью столицу предостаточно. Уже практически набрана группа, которая приедет в Омск в дни празднования его 300-летия. Стоит все это удовольствие чуть меньше 17 тысяч рублей. В эту сумму входят проживание, проезд, питание и билеты для посещения всех омских достопримечательностей. Многие удивляются, зачем туда ехать. Но все, кто съездили, сказали, что им очень понравилось. Программу мы построили правильно, то есть она очень интересная. И вот мы уже, наверное, три года как к вам ездим. В числе достопримечательностей, например, Центр изучения истории гражданской войны. Ведь Колчаковский период – одна из тех самых легендарных страниц в истории Омска, которую хотят приоткрыть для себя многие. Путешественникам разрешат сфотографироваться с восковой фигурой Колчака, посидеть за столом в кабинете Верховного правителя, а также покажут 10-минутный французский документальный фильм. На кадрах Александр Васильевич присутствует лично. Александр Васильевич Колчак, будучи первый раз в Екатеринбурге, когда еще он был даже не Верховным правителем, а военным министром, он просил специально провести его мимо дома Ипатьева. И там даже остановился и дал указание генералу-майору Дитарихсу начать расследование убийства царской семьи. Еще одна остановка на маршруте – Сибирский культурный центр. Здесь в уютной атмосфере гостей познакомят с традиционной культурой омского прииртышья. Научат пользоваться гончарным кругом и ткацким станком, расскажут об артефактах, найденных в омской земле, покажут национальные костюмы и игрушки. Они знакомятся с традиционными играми русских сибиряков, которые бытовали у нас на территории Омской области. Они пьют чай в русских традициях из посуды традиционного промысла, ростовского фарфора. И под гармошку, под балалайку, под народные музыкальные инструменты хорошо проводят время. Уведет туристы и обновленный Любинский проспект, богоустройство которого близится к завершению. Сейчас наносятся финальные штрихи, а к 5 августа улица должна предстать перед домичами и гостями города в новом обличье. Под возить на данный момент деревья первой и второй категории, кустарники, высаживается сирень, сегодня высаживаются многолетние и огнолетние цветы. Занимаемся формированием крон существующих деревьев, ну и соответственно и своих. То есть какие-то элементы мы добавляем, там арт-композиции, так скажем. Там, где фонтан, там будет кольцо, мы планируем все сделать в газоне и высадить в полусфере, в такой шаровидной ивы. Рядом в выставочном сквере полным ходом идет подготовка к традиционной выставке зеленого строительства «Флори». Юбилей не только у города, но и у самой экспозиции, поэтому зрелище будет более масштабным, чем обычно. Впервые в цветочном фестивале участвуют промышленные предприятия, поэтому посетители увидят причудливое соседство металла и природы. Яркими цветами украсят паровозы, самолеты и даже ракеты. Посетители увидят копию омских курантов и золотую яблоню, символизирующую город-сад. Ну, особые масштабные конструкции у нас, конечно, будут посвящены истории города Омска. Это исторические наши конструкции, будут представлены в виде ладьи, оформленной цветами полностью, герб города Омска, первая крепость. Будет очень масштабная конструкция, первая церковь, филинская церковь, выполненная из коры деревьев. По городу его гостей провезет не только экскурсионный автобус. В канун праздника на линию выйдет новый трамвайный вагон белорусского производства и необычный юбилейный троллейбус. На одном его борту – Тарские ворота, на другом – набережная Иртыша и площадь Бугольца. Граффитисты наносили рисунки без трафаретов и предварительных набросков аэрозольными красками. Говорят, что изображение не потускнеет после мойки и сохранит первозданный вид как минимум несколько лет. Помимо рестайлинга машина претерпела реставрацию салона и ходовой части и даже приобрела автономный ход. При необходимости штанги можно сложить. В преддверии юбилея города Омска нам также вышли с предложением украсить троллейбус на мотивы родного города. И вот с 14 июля данный троллейбус можно увидеть на третьем маршруте нашего города. Значит, делалось это порядка двух недель поэтапно. То есть, довольно-таки кропотливая работа. Ну и, конечно, главной туристической достопримечательностью юбилея станет неповторимая атмосфера масштабного праздника, который должен надолго запомниться как гостям Омска, так и горожанам. До торжества остается всего неделя. И в офисе туристического агентства в Екатеринбурге то и дело продолжают раздаваться звонки. А нет ли лишнего билетика на трехсотлетие третьей столицы? На этой неделе было немало и других не менее интересных событий, но именно такое она предстала перед нами. Совсем скоро вновь увидимся и вместе расставим верные акценты. А пока удачи вам и всего самого духа. Субтитры подогнал «Симон»!